Девушки отдыхают Прошло 30 лет со дня победы советского народа в Великой Отечественной войне. О ходе войны, о ее главных сражениях расскажет нам карта. 1941 год. Поработив почти всю Западную Европу, собрав огромную армию, фашисты 22 июня вторглись на нашу землю, вероломно не объявляя войны. Сея повсюду огонь и смерть, они захватывали города и деревни, рвались к Москве. Наша армия, скрыто сосредоточив резервы, в декабре начала мощное контрнаступление. Это была первая крупная и долгожданная победа. Но враг был еще силен. Фашисты перешли в наступление на юге и летом 42-го вышли к Волге. Сталинградская битва. После трех месяцев героической обороны наша армия прорвала фронт противника с севера и юга, окружила крупную группировку фашистов и уничтожила ее. В Германии был объявлен траур. В это время южнее Ладожского озера было разорвано кольцо блокады вокруг Ленинграда. В июле 43-го года фашисты попытались взять реванш за поражение. Но битва на Курской дуге закончилась для них полным разгромом. Наша армия перешла в решительное наступление. Освобождая город за городом, форсируя реки, нанося сокрушительные удары, она изгоняла фашистские войска с нашей земли. Белоруссия. Летом 44-го здесь была разгромлена группа армий «Центр». Наши войска вышли к государственной границе. Началось освобождение Европы. Советские войны несли порабощенным народом долгожданную свободу и мир. И вот весна 45-го. Битва за Берлин. Штурмом взят последний оплот врага. Взвелось над поверженным Рейхстагом красное знамя. Оно возвестило о великой победе. Знаменитая «Катюша». Тогда это было самое секретное оружие. Его мало кто видел. За ним долго и безуспешно охотилась фашистская разведка. Все хранилось в тайне. И рельсовая пусковая установка, и система зарядки и наводки, и особые снаряды. Этот снаряд весил 40 с лишним килограммов и пролетал до 8 километров. Впереди находился мощный боевой заряд, а сзади реактивный двигатель, работавший на твердом топливе. Конечно, эти сведения были совершенно секретными. Врагам разрешалось увидеть и почувствовать только сокрушительный огневой шквал «Катюш». Впервые «Катюша» заговорила на 23-й день войны в боях под Орши. Трудными фронтовыми дорогами прошла «Катюша» свой славный боевой путь. Внимание, внимание! В воздухе «Покрышкин» предупреждали друг друга фашистские летчики. «Катюшкин» «Покрышкин» боялись. Его мастерство вести бой, смелость и неожиданность маневра, меткость стрельбы приводили в смятение фашистских ассо. Первый самолет «Покрышкин» сбил на второй день войны, а всего им сбито 59 фашистских самолетов. Летчик «Покрышкин» первым в стране стал трижды героем Советского Союза. В конце войны, командуя большим авиационным соединением, «Покрышкин» участвовал в битве за Берлин. Сейчас, ребята, к вам обратится маршал авиации, трижды герой Советского Союза Александр Иванович Покрышкин. В годы Великой Отечественной войны советский народ под руководством Коммунистической партии защитил свободу и независимость социалистического отечества. Это великий подвиг. В боях с фашистскими захватчиками ваши деды, отцы и матери проявили мужество, стойкость и героизм. Будьте достойны своей жизни, в труде и учебе их подвига. Люди, покуда сердца стучатся, помните. Какою ценой завоевано счастье, пожалуйста, помните. Через века, через года, помните о тех, кто уже не придет никогда, помните. Не плачьте, в горле сдержите стоны, горькие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Памяти павших будьте достойны. Субтитры создавал DimaTorzok